Проповедь 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 Большой город говорит пробка Минут 10-15 я задерживаюсь И пастор смотрит на меня Говорит ну давай выйди Расскажи что-нибудь там свидетельство Ну скажи там слова ободрения Ну и вы понимаете для меня это как Это как в футболе Сидишь на скамейке запасных Все время и тут подходит Говорят ключевой игрок заболел Выходи на поле Ну и конечно ты выходишь Забываешь самый важный гол И ты уже звезда И я выхожу на эту сцену Я остановлюсь И все Тишина Все что я знаю Все что я готов был сказать Я не могу ничего говорить Знаете не могу Я смотрю на людей Я вижу знаете такое уважение Бездна голодных глаз Она ждет что-то от меня Кто-то ждет ответ на свой вопрос Кто-то ждет решения своей проблемы А кто-то не понимает вообще Что этот парень тут делает Тут вообще должен быть другой А может быть даже и я И я стою и думаю Что же я могу сказать И уже знаете как-то так Минута Вторая Третья Четвертая Я смотрю уже этот пастор уже Давай-давай А я не могу И тут знаете как рема Вот это слово рема Я вдруг понимаю Что я ничего не могу этим людям дать У меня ничего нет Я не являюсь ответом на эти вопросы Но я знаю место и источник И того кто может ответить на эти вопросы Я вышел и сказал Вы знаете Когда я сидел в зале Я был таким умным Что я думал что знаю все Я смотрел на проповедников И замечал все их ошибки Я делал выводы Когда они говорили Говорю да нет что-то он не то говорит Это вообще неправильно А вот тут он вообще куда-то ушел в другую сторону Но потом наступил момент Знаете я вышел сам сюда на эту сцену Я понял что это не так просто И вот что произошло дальше Я начал просто говорить об этом Я говорил о том что я не знаю Что есть Бог который отвечает на эти вопросы И вот тут уже приезжает этот пастор И мне говорят все спасибо Иди говорю Я спустился ура И ну чем закончилась эта история Ко мне подошел один брат и говорит Слушай ну классно так отреперетировал Вот эту паузу Мне понравилось Хорошо Итак Я хочу задать вам риторические вопросы Знаете в начале проповеди Всегда любят задавать риторические вопросы Почему люди любят детективы Ну что такого интересного Находится и притягательного В этих странных историях О расследовании преступлений Я помню вот когда мне было лет 12 Я первый раз нашел Ну как родители прятали Но я случайно нашел Томику Нанадойла Открыл И все Школа пропала Я читал всю ночь Потом заснул Потом проснулся Прогулял этот В общем я ее пока не прочитал Я просто никуда не ушел И мне было все равно Мне было интересно Я зажегся этим детективом Мне хотелось понять что такое И вот что вот вопрос Что у людей привлекает в детективах Ну наверное знаете Кого-то наверное пригодил Ну что кто-то любит экшен Движение Знаете там Динамика процесса Мышление Почему человек поступил так Как он это сделал Почему То есть Ну вот такое знаете Есть люди которые любят экшен А есть люди которые любят тайну И возможно Смысл Весь секрет заключен в тайне Интрига Знаете Жанра Она сокрыта в этом В раскрытии тайны Страница за страницей Мы приближаемся к развязке Мы приближаемся к какому-то моменту Когда снимается пелен из неизвестного И мы подходим к первооснове К источнику Нас интересует процесс И этот процесс держит нас в напряжении Ну во время всего повествования Мы в предвкушении развязки Финала истории Когда поставятся все точки над И Так или нет И вот наступает момент Я понимаю что Изюминка детектива Заключается в том Что тайное Становится явным Мы сталкиваемся с загадкой А потом мы видим Решение этой загадки Мы видим причины этой загадки Мы видим Что сокрыто за этим То есть тайное Оно становится явным И мы помним что Ишуа В Евангелии от Марка 4 глава 22 и 23 стих Он так и говорит Нет ничего тайного Что не сделалось бы явным И ничего не бывает потаенного Что не вышло бы наружу Если кто имеет уши слышать Да слышит Моя проповедь называется именно так Если кто имеет уши слышать Да слышит Понятие тайны Играет важную роль в нашей вере Крупнейшие теологи Богословы Раввины Всегда подчеркивали Что известное Должно быть уравновешенно неизвестным Что Бог Мистериум Тремендум Эт фаскианс Тайна ужасающая И притягательная Она вызывает в наших душах Священный трепет Великий Бог Она притягивает нас к себе Мы хотим познать эти тайны Да Но все равно Нашим разумом человеческим Мы не можем этого понять То есть мы не можем понять Какие-то моменты Которые кажутся нам Естественные вообще для Бога И рэбэ Шаол Апостол Павел Пишет В своем послании Римской церкви О бездна богатства И премудрости И ведения Божия Как непостижимы судьбы его И неследимы пути его Ибо кто познал ум Господень Или кто был советником ему Послание к римлянам 11 глава 33-34 стих То есть существует некая тайна Которую трудно постичь разумом Разложить по полочкам и составным Но наша вера Да Она сверхъестественна Где-то в каком-то моменте Она сверхъестественна Она выходит за рамки нашего восприятия Привычного образа мысли И восприятия мира Ну понимаете Она Естественный мир Но она находится сверх Она сверхъестественная Мы привыкаем к линейному миру Мы считаем Знаете Один, два, три, четыре И она идет по одной плоскости Но когда мы входим В Божью реальность Эта линейность Она превращается в многоплановость Многоуровность Ну многоуровней Но все вместе Это одно целое И вот есть тайна Да И получается Мы не можем объяснить Каким образом Бог исцеляет людей Ну как Врачи ставят диагноз Диагноз смерть Но верующий человек Который знает, что есть Бог Который читает его слово Который понимает Что там написано Приходит в больницу Возлагает руки И начинает молиться Видит ли человек То, что происходит внутри Нет Мы видим приговор врача Мы видим приговор Это человека Который в этом разбирается Но Бог говорит Я не хочу смерти Да Но я хочу жизни И написано Что возложите руки Руки на больных И что Исцеляться Мы не видим процесс И это тайна Это тайна Как человек приходит К исцелению Это тайна И знаете Есть такой анекдот Ну анекдот История И вот нас Как говорят У нас учили Когда учили Не говорите слово Анекдот Я не говорю слово Давайте назовем это Притча Это притча Приходит один врач Ко второму И говорит Вы знаете коллега Проблема у меня Приходят ко мне верующие Начинают молиться За моих пациентов Возлагать руки А потом Как их не лечишь Они все равно живут Ну это шутка конечно Но идея проста Божьи иногда Мы не можем увидеть Как Бог творит Мы не видим Божьи связи Но это не означает Что Бога нет И Он ничего не делает И опять же Апостол Павел Ребе Шауль Пишет в послании Церкви в Коринфе 1 Коринфянам 2.9 Не видел того глаз Не слышал уха И не приходило то на сердце Человеку Что приготовил Бог Любящим Его А нам Бог открыл Это Духом Своим Ибо Дух Все проницает И глубины Божьи Ибо кто из человеков Знает Что в человеке Кроме Духа Человеческого Живущего в нем Так и Божьего Никто не знает Кроме Духа Божьего То есть Мы видим тайну И мы видим Что Есть нечто стоящее За этой тайной Реальность Давайте сделаем Небольшой Такой промежуточный вывод Священописание Еврейской Библии Которая состоит Вы знаете Из двух книг Танах Тора Новим Тувим И Брит Хадаша Новый Завет Наряду с понятными Нашему разуму Понятному нашему Восприятию мира Местами Есть определенные Тайны То есть Ну например Пророчества Да Пророческие Там Есть какие-то Апокалиптические Пророчества Будущего Которые сокрыты Там Дева с Семью Светильниками Или например Есть Мужчина и женщина Которые являются Одним целым Семьей И Есть определенные Тайны Вы знаете Самое интересно Что Мы можем раскрыть Эти тайны Только через Личное общение С Богом Только Нету знаете Особого круга Посвященных Нету таких Приобщенных к истине Гностиков Которые знают Только вот Только у нас Истина Только мы знаем Правду Только мы можем Вам открыть Каждый верующий Человек Читая Писание Он может Увидеть Что стоит За этой Тайной Каким образом Через Общение с Господом В молитве Через Размышления Над Писанием И тогда Господь Приоткрывает Вот эти Зависы Тайны И мы начинаем Понимать Что на самом деле Ничего тайного Это и нет Все очень просто Ну например Быстренько И продолжим Такой быстрый пример Меня не раз Не спрогнать Я мило Когда общаюсь С некоторыми евреями Они зададут тебе вопрос Ну скажи пожалуйста Ну мы все понимаем Ну как Девственница могла родить Ну вот Мария Вы говорите Она родила Ну она же Ну это же не логически Ну мужчины нет Это непонятно Это естественные вещи Женские вещи Ну невозможно Но давайте Глянем на это место Лука Первая глава Тридцатый По тридцать четвертый Стих К ней приходит То есть Во-первых Сверхъестественно К Марии приходит Ангел и говорит ей Не бойся Мария Ибо ты обрела Благодать Ибо ты получила Милость у Бога И вот Зачинешь во чреве Родишь сына И нарочешь ему Имя Ешуа Он будет великий Наречется сыном Всевышнего И даст ему Господь Бог Престол Давида Отца его И будет царствовать Над домом Якоба вовеки И царствую его Не будет конца И Мария же Сказала в ответ Сказала ангелу Как будет Если я не знаю Мужа И вот это Вот реально Вот тайно Приходит к ней Ангел Уже чудо И говорит ей Такие слова Вот И она задает вопрос Ну как же это будет Тайно И ангел берет И приоткрывает Завесу тайны Ангел сказал ей В ответ Дух святой Найдет на тебя И сила Всевышнего Синит тебя Посему и рождаемое Святое Наречется Сыном Божьим Если Бог Одним словом Сотворил весь этот мир Вселенную Если он сотворил Живое и неживое Видимое и невидимое Может ли Бог Совершить невозможное Для нас И когда я Говорил с евреями Некоторыми они слушали И они говорили Да Ну если в таком плане То да Есть вещи Которые мы не можем Объяснить Потому что Это делает Бог И когда мы принимаем Вот это понятие веры Это не алгебра Знаете А плюс Б равно С А С делить на 2 Выносим за скобки Очень часто мы выносим Бога за скобки Нашей жизни Мы выносим Бога за скобки Нашего существования Спрашивают Как Что это будет Бог даст Да А работать Надо А вот это Надо А молиться Надо А как получится Бог даст Каким образом А я не знаю Я знаю Что Бог сказал Воззови ко мне И что Я отвечу тебе То есть Получается Что Бог говорит И он делает Поэтому Давайте мы пойдем дальше В священном писании Есть много таких Мест Которые мы называем Тайные Да Но есть Я как бы Обнаружил Два места Которые очень не любят Ну как бы Не то что не любят Они есть Но Знаете Лучше с ними не иметь дела Почему Потому что эти места писания Бросают нам вызов А если они бросают нам вызов И мы действительно люди Которые Умеют принимать вызов Мы начинаем исследовать А если мы начинаем исследовать Что-то происходит И наша жизнь меняется Парадигма нашей жизни меняется Вектор нашей жизни меняется Мы шли туда Мы раздвинулись Да Понимаете Это шува И идем в другую сторону И эти места не любят Ну Сейчас Эти места Одна книга Ну Одно место Находится в книге Танах А вторая В Брит Хадаша Одну не любят Ортодоксальные евреи А вторую Не любят Не менее ортодоксальные христиане Это Исайя 53 глава И римлянам 11 глава Две главы Смотрите Висайя 53 глава Нам как мессианское общение Эта глава Очень известна Да Это пророческое место О страдании Машеха Бен Йосифа Который взял на себя Грех мира Вы помните Да Там написано Что он будет похоронен В чужом гробу Что Ну целый ряд пророчеств И Многие современные Равины В иудаизме Они учат Что На самом-то деле Это не о Ишуа говорится Это говорится Об Израиле А может быть О самом Исаии А может быть Даже о Моисее А возможно О каком-то другом пророке Но если мы посмотрим Вот реально Будем исследовать Этот вопрос Даже Вавионский Талмуд Который был написан Ну задолго Еще Этих комментариев Которые я немножко Раньше сказал Трактат Сандергин 98 Говорит Мессия Каково его имя Равины говорят Прокаженный ученый Как сказано Эту нашу боль На себя он принял На себя страдания Наше взял Мы думали На него обрушилась кара Мучение И наказание От Бога Это Исаия 53 Глава Древние видели В этой главе Страдающего Мессию И Тайна заключена В том Что еще за 700 лет До рождения Ишуа Пророк Написал в ней События Которые явно Видны Уже когда мы Их противопоставляем С тем Что мы читаем В Евангелиях Мы читаем И евреи Которые никогда Не читали Евангелие Когда читают Эту главу Они начинают Видеть Ишуа История Якова Дамакини Яков Дамакини Это известный Мессианский Служитель Евангелист Проповедник Волговой Вести В Израиле Он сам из Сефардов Знаете Сефарды Есть Ашкеназы И есть Сефарды Ашкеназы И прошло время Он приехал К своему отцу И решил Он хочет показать Папу Это истина Но прежде чем Идти к отцу Он пошел К Равину Этой общины Попросил Чтобы он ему Подарил книгу Пророка Исаии Тот ему Конечно Подарил Понимаете Пришел человек Равину Хочет Может вернуться Обратно В веру В иудаизм Он говорит Подпишите мне его Он ему подписал С любовью Там тебе Якову От Равина Он приходит к папе И говорит Папа Я хочу тебе что-то Прочитать Ну и папа говорит Только не твою Христианскую Библию Он говорит Папа Я прочитаю тебе Нашу еврейскую Вот видите Ты видишь Иврит И он начал читать Ему Исаии 53-ю голову И тут папа Вскакивает Я же тебе сказал Христианскую Библию Не читать Он говорит Папа Подожди Вот Это книга Из синагоги Это наш Равин Подписал Папа посмотрел Говорит Да Что-то я давно Подозревал Нашего Равина То есть даже Когда реально Вот приходит Такое откровение Есть выбор Или принять Истину Или оставаться В старом Порой люди Принимают Вот такую старость Поэтому Но Поэтому в синагогах Нету Хафторы По 53-й главе Вы знаете Да у нас идет Недельная глава Торы И параллельно Еще идет Хафтора То есть места Из писаний Которые параллельно Как бы соответствуют Вот именно Этой главе Это традиция Которая длится Уже много тысяч лет Но вот именно Исаия 53-й главы Нет Почему? Потому что люди Начинают задавать вопросы Потому что Как учат главу? Я вам просто расскажу Потому что имел опыт Все очень просто Вы вначале Учите комментарии Вы не читаете главу Вы учите комментарии Равинов На эту главу Которые говорят Там написано Вот это И вот это И вот это А вот это Там не написано После этого У вас Духовный наставник Вот Несколько глав Которые надо проходить С духовными наставниками Это Исаия 53-я глава И песня песней Потому что Песня песней На иврите Это очень интересная книга Вызывающая И причем Незамужним мальчикам Неженатым мальчикам Ее читать не разрешается Так вот И вы Со своим учителем Разбираете комментарии А потом Просто уже читаете Момент Ну во всяком случае Это в ортодоксальных Ешивах Может в реформаторских Ешивах По-другому Может быть Культурологических Культурных Обществах По-другому Но я говорю С чем я сталкивался Лично Итак Что происходит дальше Поэтому ее не читают Потому что Эта глава Бросает вызов И нередко Некоторые люди Евреи Читающие эту главу Обращались Это слово Обращались Не любят Но на самом деле Обращение Это Тшува Поворот Совершали поворот Тшуву К Ешуа Смотрите Как интересный момент Получается Мы знаем Леона Розенберга Который В свое время Здесь В Одессе Основал Первую Еврейскую Христианскую Общину Она с 1905 Года По 1931 Год И вот Его опыт Он был основан Именно на этой главе Он также Читал ее Он читал Евангелие Потом он читал Эту главу И он видел Много общего И это Бросило ему вызов И Когда знаете Каждый честный Искренний Верующий еврей Стоит перед выбором Кому верить Богу Или Тому К чему он привык Он делает Правильный выбор Он начинает Верить Богу Хорошо Поэтому А теперь Давайте мы Подойдем К книге Кремленам То есть С Исаи Мы разобрались Тайна Немножко Приоткрыта А теперь Давайте посмотрим На 11 главу Послания Кремленам Знаете Один известный Христианский Лидер Сказал Что-то С Павлом Было не в порядке Когда он писал Эту главу Все послание Кремленам Идеально В нем раскрывается Все евангелие Вся полнота Спасения Но вот 11 глава И фрагменты 10 и 9 главы Там есть проблемы Вот лучше бы Чтобы их не было Но слава Богу Что он не тот Кто может убирать Или что-то добавлять Поэтому Эта глава у нас Осталась Сохранилась В Писании И Я хотел бы С вами разобрать Одно место Писания Ну несколько Стихов И потом Порассуждать На ними Итак Мы говорим о тайне Вы помните Да У нас есть тайна Послание апостола Павла Ребе Шауля К римской общине 11 глава 25 стиха Ибо не хочу Оставить Оставить вас Братья В неведении О тайне Сей Вот Он говорит Есть тайна Чтобы вы не мечтали О себе Что ожесточение Произошло в Израиле Отчасти До времени Пока войдет Полное число Язычников То есть Мы видим тайну Ожесточение В Израиле До времени Да То есть И должно произойти Что-то Чтобы Израиль Вот это Ожесточение Прошло И далее 26 по 27 стих Итак Весь Израиль Спасется Как написано Придет от Сиона Избавитель И отвратит Нечестие от Якова И сей завет Им от меня Когда сниму С них Грехи Их Спасибо за воду На первый взгляд Все очень просто Израиль Отпал По причине Жестокосердия И неверия Пока неизвестно Вот заметьте Очень интересно Пока не войдет Полное число язычников Там не написано Миллион язычников Два миллиона язычников Три миллиона Два миллиарда Там написано Полное число язычников Ну то есть непонятное Непонятное количество И не войдет Куда не войдет Тут не написано В царство божье В веру Не войдет В список В книгу жизни Ну ладно Будем иметь Ну ввиду Что все-таки Там говорится О царстве божьем Это царство божье И до этого момента Пока язычники Они не войдут В эту полноту Вот это полное число У Израиля Будет проблема То есть он Отпадет от Бога Но когда они Войдут Весь Израиль Будет спасен Хорошая глава Почти две тысячи лет Израилю Отказывали В проповеди Евангелия В проповеди Благой Вести Ишуа Именно Вот на этих Неизвестных числах Вы понимаете Говорили Время язычников Еще не закончилось А время Израиля Еще не наступило Поэтому Не надо сейчас Ничего нам делать У нас есть время Спасать другие народы С Израилем Поговорим потом Когда будет Уже все решено Но знаете Как говорит Кузьма Прутков Сри в корень А я говорю Зрите в писании Давайте мы посмотрим На ваши переводы Библии Я надеюсь У вас синодальные Библии У кого не синодальная Библия Все равно Будем потом смотреть В оригинал Но если мы увидим В Библии Там есть места писания Выделенные курсивом А если у вас В электронном варианте Другим цветом Это означает Очень просто Этих слов Именно в самом писании нет Их просто нет И в начале каждой Библии Должна быть такая сноска Что слова Выделенные курсивом Являются просто Ну как бы Вставками переводчиков Для того чтобы Для того чтобы Это было Логически Ну логически Соединять места Почему мы это Ну я это говорю Потому что Если мы Будем Подходить Вот к писанию Как мы хотим Разобрать эту тайну Да Мы можем просто Порассуждать над этим Мы увидим Некоторые нестыковки Странности в этом Давайте уберем Вот эти слова Там И тут есть Несколько слов И Это Я вам сейчас скажу Значит До времени Число То есть его нету Читаем что получается Ибо не хочу оставить вас Братья в неведе От тайни сей Чтобы вы не мечтали о себе Что же с отчетением Произошло в Израиле Отчасти Пока войдет Полное язычников Что-то непонятно Там хоть число полное А здесь вообще Полное язычников Куда войдет Отчасти Время когда То есть Непонятно ничего Опять тайна Знаете Как говорила Алиса В стране чудес Все чудесатие и чудесатие Я предложу вам На рассмотрение Как бы Своё толкование Этого местописания И знаете Вот очень интересно Вот сегодня тут стоял Витя Я вот просто наслаждаюсь Он просто иллюстрировал Иллюстрировал просто сейчас То что будет происходить дальше Мы берем это местописание Мы смотрим в оригинал И мы начинаем рассуждать Что же оно может означать И мы можем Имеем право Предположить что-то Если оно правда Не расходится с писанием Вы понимаете И давайте мы посмотрим Что же говорит Нам писание Что же означают Вот эти все слова Которые у нас Ну во-первых Я хочу вам сразу сказать Слово язычники Там нету слова язычники Там есть слово Этнос Что означает Народы Люди Этнография Знаете такое Этно Этнография Этнос Второй момент Очень интересный перевод Я вам сейчас дочитаю Что у меня получилось А потом мы немножко поговорим Не хочу брать и оставлять вас В неведении об этой тайне Чтобы вы не превозносились Окаменение части Израиля Произошло до той поры Пока не войдет полнота В народы Совсем другое место писания Во-первых Вы понимаете Исчезает какое-то Мистическое число Да То есть Должно быть определенное Мистическое число Каких-то народ Язычников Которые должны войти В Божье царство И тогда Израиль спасается Тогда другой вопрос Если Израиль спасается Что сделать язычникам Которые останутся После того Как войдет полнота Ну вот это полное число В язычников Понимаете То есть получается Что Бог Он делает выборочно Кого-то спасает Кого-то не спасает Хотя писание говорит Что? Бог повелел спасти Что? Спастись всем Он хочет Чтобы все спаслись Он отдал сына своего Чтобы весь мир спасти Но на основании Этого места писания Можно сказать Уважаемые Есть люди Определенное Католичество язычников Они спасутся Потом спасется Израиль А все остальные И идут в ад Ну это логика Простите меня Это логически Это логически Но Все не так-то просто Давайте мы посмотрим Когда исчезает Вот это магическое число Вот это полное число Мы понимаем Что разговор идет Не о количестве А о чем-то другом И слово Плерома Которое описывает Вот это Существительное слово Плерома Полнота Которую мы видели В греческом оригинале Да Оно означает Немножко другое Оно означает Исполнение Наполнение Полное содержание Завершенное что-то Ешоа Он назван кем Полнота Да В нем пребывала Полнота Божья Он полнота Наполняющая Все То есть Очень интересный момент С этим словом Давайте посмотрим дальше У нас написано Израиль отошел Да Части там Оно тринут Но в еврейском переводе Часть Израиля Окаменела То есть Только часть Окаменела А вторая часть Не окаменела Была жива Почему Потому что На всей протяжении Ну на всем протяжении Истории Всегда были евреи Которые верили в Ешоа Всегда были евреи Которые превозносили Господа И говорили Ешоа Ахину Ешоа наш царь И спаситель Ешоа наш брат Вы понимаете Давайте мы посмотрим дальше Что же О чем же говорит здесь Ребе Шауль Я еще раз прочитаю Есть тайна Есть тайна И эта тайна Заключается в том Что Израиль Действительно отпал Часть Израиля Окаменела Окаменела В своем неверии И она Знаете Вот как человек Парализован наполовину Часть Израиля Вот она такая Но вторая часть Живая И он говорит Братьям из римской церкви Которые точно не были евреями Потому что он написал Там братья евреи Он пишет Не хочу вас оставить Братья в Риме Что ожесточение Об Израиле Он не написал О нашем народе То есть Здесь идет Противопоставление Он говорит Ребята Ребята Есть тайна Израиль Отпал Но вы Те Не евреи Кто присоединился К этой части Израиля Не должны Превозноситься Думать о себе Там есть даже перевод Впадать в безумие Вы не должны Впадать в безумие Чтобы вы не мечтали О себе Что теперь Пришло время Нас Церкви Теперь церковь Заменила Израиль Знаете Есть такое Популярное учение Замещение Теперь церковь Заняла место Израиля Теперь все благословения Куда идут? В церковь А все проклятия Куда идут? В Израиль Они же сказали Твоя кровь на нас И наших детях Сами виноваты Надо было сказать Твои благословения На нас Неправильные они Ребята Но на самом то деле На нас тоже кровь Ишуа Кровь нашеяха Которая смыла Грехи мира Которая Благодаря которой Мы прощены И враг Человеческий Смотрит на нас И видит на косяках Нашей жизни Эту кровь И он проходит мимо Он не имеет права К нам приблизиться Простите меня Это Писание И что происходит? Есть тайна Есть Израиль Который отступил И который Часть Израиля Находится в этой Окаменелости Есть народ Который превозносится Хотя превозноситься Это уже грех Простите меня Написано Что мы не должны Перевозноситься Друг на другом Правильно? Писание так говорит Мы братья в нем Мы имеем Общее существование Чуть-чуть потороплюсь И смотрите Что получается И он говорит Что должна войти Полнота В народы Что же это значит Полнота? Полнота Это не Цифры Это не количество Это качество О, нотки Кстати я заметил Нотки Олега Станиславовича Знаете Он проповедует У него есть такая И вот я так заметил Только что у меня Были ударения Его Итак Смотрите Когда полнота Придет в церковь Они будут видеть В Библии Библию Писание Священное писание Которое имеет Органическое Старый и Новый Завет Который соединен В одно целое Оно органически Связано И я смотрю Старый Завет Я вижу Новый Завет Но в Новом Завете Я вижу то Что было обитовано В прошлом Я сегодня праздную Песох Ну и совершаю исход Вместе с моим народом Из Египта Но сегодня я выхожу Из тех проблем В которых я нахожусь Из того рабства В котором я сегодня нахожусь Вот это полнота писания Вчера Бог исцелял И сегодня Он исцеляет Вчера Он отвечал на молитву И сегодня Он отвечает на молитву Это полнота писания И когда мы начнем Смотреть на это Мы увидим Эту великую тайну В Ефесянах Да Когда из двух Он сделал одного Нового человека В самом себе Евреи И неевреи В Ишуа В Иисусе Объединенные Духом Святым Один новый человек Божий человек И каждый Как муж и жена В семье Уникален И каждый имеет Право на существование На свои традиции На свои обычаи На небе мы будем Славить Бога На своих языках написано И соберутся народы И каждый на своем языке Будет прославлять Господа И мы будем знать этот язык Мы будем понимать друг друга Понимаете Это полнота Полнота Которая разрушает проклятие Вавиона Когда небес Это башня Люди строили башни Чтобы быть выше Бога Языки были смешаны Но теперь Евреи и неевреи Могут разговаривать вместе И понимать друг друга Понимаете Вот что такое полнота И когда полнота Придет В языческую церковь Извините Церковь из народов Потому что Церковь Она не языческая Языческие поклоняются Идолам А церковь поклоняется Иисусу Но просто Они поклоняются Не в еврейском контексте Мы должны Понимать Что Церковь Из народов И тогда Знаете Церковь Оставит свое поле Помните как притча О блудном сыне И пойдет Искать Израиль Пойдет искать Своего блудного брата Который отошел Который ушел В чужую страну Она встанет И пойдет Искать своего брата Чтобы утешить отца Чтобы видеть Как отец Каждый день Выходит на перекрестки И говорит Где же ты Израиль Где ты мой сын Сын Подымается Идет за своим братом Находит его И возвращает его домой Как помните Принесли Больного человека Друга На носилках в дом Да Они крышу разобрали Чтобы только опустить В горницу Потому что знали Что Ешоа Ответ на его вопросы Ешоа Решение этой проблемы Ешоа Это исцеление Так и церковь Когда придет Эта полнота Будет делать И когда она Начнет это делать И у нас написано И так Весь Израиль спасется Да Ну как бы Как бы следствие Знаете Вот придет это Нет Таким образом Израиль спасется Потому что придет Сиона Избавитель Потому что церковь Повернет лицо К брату Израилю Начнет проповедовать Потому что церковь Откроет свои уста И встанет в молитве Потому что церковь Начнет делать свое дело И вы тут скажете Тайна Все решена Не решена тайна Что делать со второй половиной Часть окаменела Часть здоровая Кто это Ну с церковью мы разобрались Придет полнота Они изменятся Они войдут Начнут проповедовать Израилю А что делать с нами Скажите мне Что делать с нами Потому что мы Еврейская мессианская община Евреи верующие в Мессию Не евреи Которые присоединились К еврейской мессианской общине Является вот этой второй половиной Которая не окаменела Что делать нам Каждая проповедь Она имеет Какую-то практическую сторону Мы сейчас разобрали тайну Мы увидели Что некоторые места Писания Они немножко Ну как бы можно трактовать по-другому Мы увидели Что стоит за этим Но наступил момент Простой момент Практическое применение Услышанного Я хочу вам сказать Знаете Имеющие уши Да услышат Имеющие уши Да услышат Секундочку Извините Иногда Возникает вопрос В чем же заключается Призвание нашей общины Кто мы такие Вообще Зачем мы здесь нужны И знаете Наш вопрос решается В нашем названии Еврейская Мессианская Община Еврейская Наше основное призвание Да Быть свидетелями Живому Богу Через Для всех народов Прежде да Израиль Этот священник Да Народ священников Для всех народов Но наше основное призвание Быть свидетелями Живого Бога Для Израиля И для церкви Почему Потому что Как туда полнота придет Если не мы Как свидетели Будем говорить церкви О том что Вот посмотрите Мы являемся Подтверждением Божьих обетований Мы те Кого Бог сохранил Для того чтобы Вы вызывали ревность У окаменевшей части Чтобы не Те кто еще не знает Ешо Смотрели на вас И говорили Слушайте Они же верят В нашего Машеха Они же молятся Нашему Богу В чем проблема Почему мы не такие Что случилось Почему Исаия 53 глава Так похоже на Евангелие Ревность И мы призваны Мы призваны Во-первых Проповедовать Своим По крови Во-первых Иудею Павел Ребешауль пишет Ибо если я Благовествую То не с чем мне хвалиться Потому что Это необходимая Обязанность моя И горе мне Если не благовествую Мы должны Говорить Израилю О Машехе Мы должны Говорить Нашим родным Близким Нашим соседям Знакомым О еврейском Мессии О том что он был Он есть И он грядет О том что он совершил На Голгофе И это правильно Важно И нужно И мы должны Говорить церкви Мы должны Говорить церкви О том Откуда они появились Откуда они вышли И о том что мы Братья О том что мы Едины в Ешуа Мы едины Руаха Кудеш Духи Святого Чтобы полнота Пришла в церковь Чтобы полнота Пришла в народы Это наше призвание Вы понимаете И знаете Мы можем это делать Каждую пятницу Каждую пятницу У нас в общине Мы собираемся На уличную евангелизацию Да Мы начали это делать Спасибо Руслан Каждую пятницу Большая Арнаутская 100 Ой Простите 16.00 В 16.00 Руслан Там собираются Люди Которым Не безразлично Происходящее В наше общение Бог поднимает Благовестников Уличных Тех кто пойдет И понесет Пригласит Расскажет Поэтому каждую пятницу В качестве рекламы На Большой Арнаутской 75 Приходите Присоединяйтесь И вы можете Это делать На своих местах Вы можете Это делать Дома На работе На служении Вы скажете Ну как Один человек В год Один человек В год Простите у Бога В молитве Одного человека И проповедуйте Несите Достигайте его Когда-то Один немецкий пастор Его по фамилии Вольфекс Он умирал И возле его постели Сидел какой-то Еврей-христианин Всю ночь И когда он утром проснулся Он понял что он исцелен И он сказал Бог я не хочу Умереть Пока я не приведу Хоть одного еврея Господу Хоть одного И он так долго молился Со своей женой Они плакали над Библией Они кричали Бог пожалуйста И Бог привел Одного еврея Знаете кто это был Это был Рихард Вумбранд Это был Рихард Вумбранд Который во время Второй мировой войны В Румынии В Бухаресте Был пастором Еврейской христианской общины Который проповедовал Немецким солдатам Потом русским солдатам Потом его посадили За это еще в тюрьму Когда он вышел И сказал Не Сталин А Бог Один человек Изменивший Целую историю Один человек Еврей Который основал Вот такой Помните у нас была молитва За За христиан Которые находятся В тюрьмах В заключении В гонении Понимаете Это человек Который организовал Это служение Я буду уже Смотрю Время подходит Я буду Заканчивать И Один человек Один Что вы делаете Молитесь за него Просите у Бога Сверхъестественно Чтобы он открыл глаза Приведите его в общину Посетите его в гости Подарите ему на день рождения Букет цветов Любите его И однажды он станет Рихардом Вумрантом Когда-то Геннадий Махненко Я вспоминал со слезами Как он рассказывал О том Как он Покаялся Он был молодым человеком Который решил Помочь своей семье Алкоголиков Выйти из Ну Сависимости И для этого он решил Заработать много денег И отправить их лечиться И он поехал на шарашку На Знаете На шарашку Вы понимаете Кто Он поехал на Работу С командой Алкоголиков На Вилькера водочный завод И год он там Работал И каждый Каждый день К нему начал приходить Какой-то верующий человек Немец По национальности И проповедовал Христа Они с него смеялись Тыкали в него пальцами Хохотали А Махненко Говорит Ну он еще умный Он ему задавал вопросы Знаете Как любит там задавать А как же вот это Что Противоречит тому Но этот человек Продолжал В течение года Проповедовать И прошло время И Махненко Вдруг Вспомнил об этом И он покаялся И благодаря этому Много тысячи детей Сегодня не умерли Не наркоманы А спасены Многие молодые люди Сейчас не Лежат на кладбищах А проповедуют Благую весть Понимаете Один человек Может изменить Многое Не думайте об этом Что я только одному Буду говорить И это наше направление Еврейское Потому что Когда Израиль Выходил из Египта С ним вышло Множество народов И второй момент Мессианское Христианское Мессианское И знаете Дух Мессии Это дух молитвы И мы должны молиться Молиться за Израиль Во спасение Павел говорит Помните как Молитва моя За Израиль Во спасение Мы должны молиться За наш народ Простите Мы знаем лекарства Давайте будем стоять Пять минут в день Наша община В 22.00 Уже много лет Стоит в этой молитве Кто-то молится Кто-то не молится Но мы будем продолжать это Каждый день В 22.00 Пять минут Молитва за Израиль Будете вы молиться Слава Господу Не будете Присоединяйтесь Это много чего Посчитайте Пять минут в день Семь дней Это уже 35 минут А умножьте на 365 Сколько будет Вы столько не молитесь За Израиль Постоянство Капля за каплей Точит камень Вы молитесь за церковь Чтобы Бог приходил И открывал глаза Нашим братьям Христианам На еврейские корни веры И это тоже Дух молитвы Потому что Когда придет единство Когда придет единство Евреев и неевреев Вы знаете что произойдет Машиях придет Христос придет Мы увидим Его идущим На облаках Потому что Полнота Пришедшая в церковь Побудит Благовествовать Побудит Израиль Обратиться От смерти в жизнь И тогда Израиль Скажет Баруха Бабе Шема Дунай Благословен Грядущий Во имя Господне И мы увидим Его Идущего на облаках И мы увидим То чего мы ждем Мы должны жить Вечностью А не сегодня Вечностью Сегодня всего лишь Подготовка Переходной шаг Бежду нами И вечностью И очень важно Как мы сейчас Проведем это время И знаете Хатсон Тейлор Он говорил так Хатсон Тейлор Кстати Очень Это его называют Апостол Китая Человек Который начал Китайскую церковь И Я хотел попросить Уже да Чтобы братья Музыканты Поднялись И Он начал Церковь в Китае И он Когда пришел туда Там было всего лишь 200 верующих Христиан И из них Всего лишь 30 или 40 Китайцев Но когда он Завершил свое служение Там уже была церковь Из 400 тысяч Китайских Христиан И он сказал Очень хорошую фразу Он сказал Что молитва Молитва Без работы Это каторга А Работа Молитва без работы Это каторга Слышите Молитва без работы Молитва без работы Это попрошайничество Извините То есть Когда я работаю Без молитвы Я работаю как на каторге А когда я Просто только молюсь И ничего не делаю Это простите меня Попрошайничество Должно быть все вместе Я должен молиться Еврейское И я должен Проповедовать Да Еврейское Мессианское И самое главное Мы должны быть Общиной Вы слышите Община Семья Кехила Кагал Я могу перевести Много синонимов Этому слову Мы должны стать Семьей Друг Для друга Прежде всего И для тех Кто сейчас там В мире Кто не знает Еще нашего Господа Кто не знает Пути спасения Мы должны быть Открытыми И готовыми Принять Тех Кто придет Я вам хочу Сказать маленький Секрет Пока мы Не будем готовы Бог нам не даст Этих людей Но даже наше Желание Откроет дверь Вы понимаете Вы понимаете И мы призваны Призваны быть Семьей Мы призваны Мы призваны И наше Писание говорит Очень просто Он дал нам силу Называться И быть Детьми Божьими Называться И быть Называться И быть Мы не просто Верующие Потому что Она мне Кипа талит Или я прихожу Каждую субботу Или воскресенье В церковь Я верующий Потому что Мое сердце Открыто Для молитвы За отмуждающихся Для проповеди Тем кто Находится в смерти И самое главное Мое сердце Открыто Для принятия Другого человека Это трудно Я сразу Вам хочу сказать Это трудно Помните Когда сплала проповедь Ох как ты Мне надоел Или как ты Меня достал Я ее называю Есть люди Которые достали В нашей жизни Нам тяжело Их воспринять Нам тяжело Принять Их мнение Мы смотрим на них И говорим Да кто вы такие Или мы думаем А что вы вообще Помните как На его месте Должен быть я Продолжение Понимаете Наступает момент И мы должны Стать общиной Если сам великий Бог Принял у нас Свою семью Грешника Искупил нас И сказал Теперь вы Некогда далеки Стали близки К кровью Машеха Так и община Божья Должна стать В этих местах Мы будем учиться этому Мы будем учиться общаться Принимать Друг друга Мы будем учиться Отвечать на нужных Ближних Это процесс Но мы должны Стать такой общиной И тогда Тогда Мы что-то увидим Великое Мы увидим Великое О чем говорит Писание Мы увидим Небеса Которые приблизятся К нам Семья Мы увидим Машеха Который идет К нам Мы увидим Израиль спасенный Мы услышим Имеющий уши Да слышим И знаете Здесь не просто Записки Здесь не просто Надписи Здесь не просто Буквы Здесь Жизни людей Я верю Полной веры Что молитва Праведна Способна Изменить Многое Здесь Находятся Ваши Просьбы Господа И мы просим Тебя Господь Чтобы благословляя Ты благословил нас Чтобы Господь Исцеляя Ты исцелял нас Чтобы Ты стал Ответом На наши вопросы И нужды Господи Мы отдаем В Твои руки Эти нужды Мы доверяем Тебе Мы верим Твоему Слову Мы открыты Боже Чтобы принимать От Тебя Мы открыты Для того Чтобы изменяться И преображаться В Твой образ Господи Приди в нашу жизнь Приди в наши трудности Измени нас Потому что Без Тебя Мы Ничего Не можем И это не просто Слова Это наша вера Вера Основанная На Писании Которую Ты нам Дам Это вера Которую Ты вложил В наши сердца Руаха Кудеш Мы благословляем Боже Каждую Лежду Каждого человека Который написал Здесь Боже Мы благословляем И мы верим Отец Что Ты Силен Ты силен Совершить Невозможное Чтобы Ты Еврейский Который Которые нуждаются В Тебе И ходят Во тьме Господи Мы славим Тебя Мы славим Тебя Славим Тебя Мы славим Тебя Господь Ты прославляем Царь Израиля Слава Тебе Слава Тебе И если вы нуждаетесь В молитве Вы нуждаетесь В том, чтобы обновить Своё призвание Вы хотите утвердиться В том, что Бог Сказал вам Выходите вперёд Выходите вперёд И сдавайтесь Слава Тебя Слава Тебя Слава Тебе Святой Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Бог Израиль Благословен Ты Глянущий Воим Атаку Слава Тебя Благословен Ты Исцеляющий Благословен Ты Рава Чударь Дела Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо. Спасибо.